Всем привет! В эфире Новосибирское отделение фестиваля TechTrain и оно же по совместительству представительства конференции Joker. Всем привет! Всем привет! Меня зовут Владимир Плесга и сегодня я вместе с вами собираюсь послушать о тех новшествах последней версии Java и ряда предшествующих версий, которые наверняка нам пригодятся в работе и послушать от кого бы вы думали о человеке, как мне хочется сказать, из первых рук, так сказать. И это не будет ошибкой, потому что сегодняшний докладчик без малого имеет статус коммитера в OpenJD. Вместе с тем он же стоит как автор за многими просто сногсшибательными инспекциями в идее, которыми, я уверен, мы каждый день пользуемся. И он же, кроме прочего, состоит в программном комитете конференции SnowOne, которая также нацелена на то, чтобы распространять всевозможные знания о Java и делиться опытом, со всеми нами. Я думаю, что мне нет необходимости называть все остальные его регалии, достаточно лишь сказать «Привет, Тагир!» «Привет! Классно ты так про SnowOne успел вернуть». «Старался, удачный случай». Я не хочу занимать драгоценное время эфира, хочется поскорее подступиться, так сказать, к самому интересному. Скажу лишь, что сейчас во время доклада вы можете подсоединяться, подключаться, вступать в наш чатик, привязанный к этому же докладу, задавать там свои вопросы, желательно снабжая их тегом question для того, чтобы нам их было легко находить. А за самый лучший вопрос автор этого вопроса ожидает приз от Jigro. Так что советую в этом поучаствовать. Вопросы мы часть успеем разобрать в конце доклада, те, которые не успеем, перейдем в дискуссионную зону, в Zoom, и продолжим общение там. Так что не стесняйтесь, спрашивайте. За 7 сразу передаю слово Тагиру. Погнали! Ну что, давайте начинать. Я работаю в компании JetBrains, и в этой компании я занимаюсь поддержкой языка Java в IntelliJ IDEA. У нас, джавистов, небольшой праздник на днях был, вышла Java 17. Я вас всех с этим поздравляю. Хотя у многих может возникнуть такая мысль, как в смысле, какая Java 17? Вообще недавно была восьмерка. Ну, конечно, есть люди, которые непрестанно следят за тем, что происходит там на переднем фронте Java и знают все про новые возможности новых версий. Если среди наших слушателей есть такие, то, ну, извините, вы и так слишком умные, мой доклад не для вас. Вы зря потратите свое время, так что отключайтесь и идите спокойно на другой трек. Да, вы все еще здесь? Ну, ладно, ваше дело, но я предупреждал. Доклад называется Java 17 для тех, кто в танке. Если вы особо не следите, что там в новых версиях происходит, то я вот кое-что про это расскажу. Но я сразу предупреждаю, это рискованно, потому что есть шансы, что вы загоритесь желанием обновить свой продакшн сразу до версии 17. Вот, придете в понедельник на работу, выкатите на протапдейт Java, у вас все сломается и вас уволят. Короче, будьте осторожны. Вот раньше времена были, а? Java выходила раз в два, в три, а то и в пять лет. Можно было спокойно, не спеша, ознакомиться с новой версией, с ее возможностями, решить, там стоит переходить, не стоит, никакой спешки. А теперь что? Теперь раз в полгода новая версия. Куда они только прут? Только что про девятку прочитали, уже люди говорят, что на одиннадцатую надо переходить. Пока думал переходить на одиннадцатую или нет, четырнадцатая вышла, начал миграцию, тут уже шестнадцатая в дверь стучится, это какой-то кошмар. Но есть и хорошие новости. Во-первых, скорость разработки языка реально выше не стала. Теперь каждая новая версия просто гораздо меньше отличается от предыдущей, в них включают меньше фич. Во-вторых, среди версий есть особенные, которые называются long-term support версии. Это те, у которых у клиентов Oracle имеется долговременная поддержка. Нет, ну мы знаем, есть и другие поставщики Java, у которых может быть свой график поддержки, но в целом мир стал ориентироваться на вот этот вот орокловый график. И я загасил версии, у которых нет долговременной поддержки, в принципе, стало примерно как раньше. LTS этой версии, начиная с одиннадцатой, они выходят раз в шесть версий, ну или раз в три года. И в принципе, если вы не такой фанат Java, как я, то можно вообще игнорировать все промежуточные версии, концентрироваться только на LTS. Как будто промежуточных Java нет вообще, просто нумерация странная. Чтобы было понятнее, я вот такой алгоритм определения сделал, написал такую функцию красивую, LTS у нас или нет. Я такой довольный, вот я написал код, все, можно выкатывать в продакшн. И тут буквально там четыре дня назад Oracle в лице Марка Райнхольда берет и объявляет, что что-то там мы медленно едем. Теперь LTS у нас будет раз в два года. Пришлось править код, понимаете, вот нельзя написать код и успокоиться, даже такой простой метод приходится поддерживать. Как вы заметили, собственно, вот недавно вышла не просто версия Java, а LTS-версия. И, вероятно, через некоторое время мир будет массово обновляться с 11 на 17, игнорируя большинство промежуточных версий. Поэтому, если мы делаем доклад про плюшки Java 17, то, в принципе, нас интересует все, что появилось вот в промежутке от 11 до 17. Так что про это мы говорить будем с вами. О чем конкретно? Ну, вообще в Java много чего крутого происходит, но обо всем мы не успеем. У нас время очень ограничено. Скажем, я люблю говорить про производительность. У меня даже была пара докладов из серии «Маленькие оптимизации». Ну, и там вот как раз, что в промежутке в этом происходило, можно кое-что интересное узнать. Но сегодня мы об этом не будем. Мы поговорим о двух штуках. Во-первых, это крутые фичи, собственно, языка Java, то есть то, что происходит непосредственно в языке. А во-вторых, мы обзорно посмотрим API стандартной библиотеки, которые мне понравились. Ну, немножко затронем фичи виртуальной машины, которые непосредственно связаны с фичами языка. Но вот далеко в виртуальную машину вдаваться не будем. Напомню, что все серьезные изменения в Java, будь то язык, стандартная библиотека или виртуальная машина, создаются в рамках процесса, который называется JEP или JDK Enhancement Proposals, то есть предложение по улучшению JDK. JEP появились во времена восьмой Java, и это довольно открытый процесс. За ним можно наблюдать и в нем можно даже участвовать. Если предложение серьезно рассматривается, оно получает свой коротенький номер и отображается на указанной странице. Нумеруются JEP из сотни, ну там кроме некоторых информационных JEPов. И на данный момент номера уже перевалили за 400, и хотя тут речь про Enhancement, имеются немало JEPов, которые что-то удаляют. Ну вот прямо здесь вы видите JEP 407 Remove RMI Activation. Ну тут, я думаю, всем наплевать. Никто же не пользуется RMI Activation в 2021 году. Ну, надеюсь, что нет. А вот интереснее, JEP 411. Deprecate the Security Manager for Removal. А потом наверняка будет JEP Remove Security Manager. Вот такое вот улучшение. Так что, если вы используете Security Manager в Java, есть вообще повод задуматься. Ну, то есть для разработчиков JDK это улучшение. Меньше кода, меньше багов и так далее. Тормозить будет меньше. Так что не сказать, что это не улучшение. У JEPов есть набор статусов. И, в общем-то, если JEP появился, то еще не значит, что он будет когда-то реализован. Так как программисты очень любят рекурсию, процесс работы над JEPами — это тоже JEP с номером один. И там описаны все статусы и возможные движения между статусами. Я вот их в виде графа такого изобразил со стрелочками. Ну, на самом деле, мне кажется, процесс отличается, потому что у программистов документация никогда не соответствует реализации. Так что, в общем, это просто красивая картинка с кучей стрелок. Говоря о новых фичерах Java, обязательно стоит упомянуть так называемые preview features. Суть preview фич тоже описана в отдельном JEP. В целом мы любим Java за обратную совместимость. Ведь если в языке что-то проявляется, обычно оно никогда не исчезает или не меняется несовместимым образом, и поэтому старые программы легко комплируются в новых версиях. Но это накладывает большие ограничения на дизайн новых фич. Вот если уж фичу сделали, то ее нельзя поменять. Даже если вдруг обнаружилось, что сделали плохо. А как узнать, хорошо сделали или плохо, если фичей никто не успел воспользоваться до того, как ее сделали? Так что, чтобы было время переделать, и придумали preview features. Если новая фича находится в статусе preview, это значит, что она полностью сделана, полностью специфицирована, там все про нее написано, все работает, но разработчики оставляют за собой право менять фичу. И на самом деле меняют. Ну, или вообще могут ее уничтожить. Ну, вот такого еще ни разу не случалось. Чтобы воспользоваться preview фичей, надо включить опцию компилятора enable preview, а также явно указать релиз. При этом, например, если у вас компилятор Java 17, то и релиз должен быть ровно 17. То есть вот эта вот опция минус релиз 17, она какая-то кажется бесполезной, потому что ничего другого вы там написать не можете, если у вас еще стоит флаг enable preview. То есть все вот так вот строго. Кроме того, если вы используете preview фич, у вас будет предупреждение компилятора, и вы его даже подавить не можете. Вот это вот сам input files use preview language features. Но это еще не все. Если вы компилировали с флагом enable preview, у результирующих класс файлов прописывается особый номер версии. Такие класс файлы виртуальная машина может загрузить только с опцией enable preview. При этом она не может загрузить превью класс файлы, сделанные для другой версии виртуальной машины. Тут тоже точное совпадение. Сделано это все для того, чтобы не было нежданчиков, потому что превью фича имеет право работать по-разному. Ну то есть одна и та же программа на разных уровнях превью вполне имеет право иметь разное поведение. Ну, идейка, конечно, старается упростить вам жизнь по максимуму. Вам надо всего лишь указать уровень превью в настройках проекта, и все опции компилятора и виртуальной машины идейка передаст сама. Более того, обычно даже в опции лезть не нужно. Вот, к примеру, у меня есть там Java 18 проект, в нем превью выключено. Но в нем есть превью фича паттерны в свитчах. Мы о них сегодня поговорим, естественно. Стоит мне попытаться ей воспользоваться, как идейка скажет, ой, эта фича не поддерживается, но ее можно включить. Вы просто нажимаете Alt-Shift-Enter, и у вас все настраивается само. Но при первом использовании экспериментальной фичи идейка выдает вам вот такое сообщение. Видели когда-нибудь? Ну, многие думают, а, какая-то юридическая ерунда, нажимают Accept, не читая. А, на самом деле, зря. Здесь очень важная вещь написана, и сказано For testing and evaluation purposes only. Это означает, не надо тащить превью фичи в свой кровавый энтерпрайз. Еще вы можете увидеть такую всплывашку, что новые версии DE могут убрать поддержку превью фич старых версий. И это тоже очень важно. Вот если мы посмотрим на список версий, то вы увидите 15 превью, 16 превью, 17 превью, а 13 превью и 14 превью нету. Хотя, на самом деле, эти версии были. В следующем мажорном релизе идейки 15 превью тоже исчезнет. Мы не поддерживаем все превью уровни всех старых версий. Обычно только на одну-две версии назад. Потому что это сопряжено с ненужными трудностями. Например, в разных версиях может быть абсолютно несовместимый синтаксис. Ну и в целом, превью фичи, они же созданы для того, чтобы вы их попробовали и отправили фидбэк разработчикам Java. И они успели что-то исправить, если плохо сделано. А какой может быть фидбэк, если прошло три версии с тех пор, и фича потеряла статус превью. Ну, как-то поздновато для фидбэка. В итоге люди не читают, с чем соглашаются, закладываются на превью фичи в продакшене, потом выходит новая версия идейки, где старый превью уровень не поддерживается, люди идут к нам жаловаться. Ну, например, вот такой тикет, таких много на самом деле. А мы закрываем works as intended. Потому что если вы начали пользоваться рекордами в Java 14 превью, а уже вышла 16 Java, ну, будьте добры, обновитесь до 16. Ну, или перестаньте использовать рекорды, если вы не можете обновиться до 16. Я вот нарисовал все шесть превью фич, которые на данный момент увидел свет. Первая превью фича появилась в Java 12, и это были switch expressions. Интересно, что каждая из превью фич была в статусе превью ровно два релиза Java, или один год. Про это даже немного написано в Java 12, что два релиза для превью – это норма. Поэтому, например, если pattern matching for switch появился в Java 17 в качестве превью фичи, то, ну, как-то можно ожидать, что в Java 19 он войдет в релиз. Или не войдет, на самом деле мы не знаем. Собственно, начиная с версии 12, все новые фичи, вот именно языка Java, сперва появлялись в режиме превью фич. Поэтому все, что вы здесь видите, это, в принципе, все, что происходило в языке, и мы просто можем идти по этим пунктам. Давайте отклонимся от хронологического порядка и сперва поговорим про блоки текста. Просто эта фича довольно независима от остальных. Остальные все – это такая часть общей истории, а это вот такая обособленная штука. Она окончательно выпущена в Java 15, и в двух словах – вот все, что вы видите на слайде. Наконец-то в Java можно писать многострочные строковые литералы. Если кто-то пишет сырой HTML или SQL внутри Java программ, то вам будет хорошо. Правила довольно простые, хотя они отличаются от долгих JVM-языков, таких как Groovy или Kotlin. Синтаксические решения позаимствованы из Swift, так что если вы на нем писали, вам будет привычно. В первой строке у вас только три двойных кавычки, то есть как бы шесть одинарных получается. И после них нельзя ничего писать, сразу же мы переходим на новую строчку. Дальше идет, собственно, текст литерала, и он заканчивается тоже тремя двойными кавычками. У этого есть важное следствие. Так как мы завершаем строчку тройной двойной кавычкой, то мы можем не экранировать слэшиками одинарную двойную кавычку. И даже двойную-двойную кавычку можно не экранировать слэшиками. Например, если вы хотите кусок Java-программы вставить в Java-программу, то он вполне прилично выглядит, то есть вам ни слэшен не надо писать, ни слэш-кавычка внутри, все очень пристойно. Другой суперский момент. Вот эти вот шесть пробелов в начале, которые сейчас выделены, на самом деле частью строки не являются. В нашем литерале ищется самый левый непробельный символ в каждой строчке, считается количество пробелов перед ним, и вот столько пробелов удаляется из каждой строки. В итоге содержание строки не меняется, если вы переносите ее в более вложенный блок или, например, просто переформатируете программу с другой величиной отступа. И литерал выглядит красиво в исходнике, вам не надо его принудительно прижимать к левому краю. А самое главное, что все это делается во время компиляции, то есть никаких накладных расходов в рантайме. Для аналогичного эффекта в Kotlin, скажем, вам пришлось бы вызывать Trimindant, который вообще-то далеко не бесплатный, ну и надо не забыть его вызвать. Так что видите, Java лучше Kotlin, переходите на Java. В Java, кстати, идейка вам рисует дополнительную такую вертикальную полоску в текстовых блоках, по которой можно увидеть, что вот пробелы слева от нее обрезаются, а справа уже нет. Еще хорошая фича. Если вы вдруг хотите сделать просто одну длинную строчку и перевода в строк в ней нет, но чтобы она прилично выглядела в исходниках, чтобы они не уезжали далеко вправо, то вы можете просто ставить завершающий слэшик, и слэшик означает, что строка продолжается дальше, но перевод строки добавлять не надо, при этом префикс из пробелов тоже продолжает обрезаться. Красота. Но, конечно, людям, что не да, они все равно недовольны. Говорят, мол, ну ладно, многострочные литералы сделали, хорошо, а параметризовать эти литералы как? А? Параметризуемые строки-то не сделали? Ну да, действительно не сделали, но некоторые улучшения есть и тут. Появился instance-метод formatted в строках. Раньше был статический метод string.format, а теперь появился instance-метод аналогичный. Можно писать вот эту вот строку, там многострочный текст-блок, потом .formatted, и после этого, собственно, все параметры, которые мы туда подставляем, и успешно форматировать, ну и использовать, как это тоже, в принципе, довольно понятно. Получается красивый, такой надежный код, который вполне можно пользоваться в продакшене. Ну, шутки в сторону. Внезапная новость произошла прямо вчера. Прямо вот вчера. Эксперты проекта Ember выложили новый дизайн документа о шаблонизации строк в Java. Так что мне пришлось вот этот слайд добавить. Если следовать этому документу, то в будущем мы сможем писать вот так. И это не просто возможность действительно параметризовать строку, чтобы прямо внутри нее вставлялись какие-то другие переменные. Здесь объект connection, он может сам обрабатывать вставки по своему усмотрению. То есть это не просто конкатенация, а значит, он может добавить все необходимое экранирование и уберечь нас от SQL-инъекций. Ну и результатом не обязательно будет строка, может быть вполне statement, что удобно. Обращаю ваше внимание, что эта штука, она исключительно в ранней стадии. Неизвестно, когда это будет, в какой форме, и будет ли вообще. А вот с чем текстовые блоки нам не помогли, так это с регулярными выражениями. Как требовалось обратный слэш удваивать, так и требуется. Так что тут, ну, не знаю, дальше что посоветовать. Или пишите на Kotlin, или не используйте регулярные выражения, или страдайте дальше. Ну вот, собственно, и все, что я вам хотел рассказать о текстовых блоках. Идем дальше. Switch Expressions были окончательно стандартизованы в Java 14. Это целое семейство фич, связанных с прокачкой свич. Семейство фич с прокачкой свич. Стихи какие-то. Вот, предположим, что у нас есть такой типичный старомодный свич. Он выглядит довольно многословно. Посмотрим, что с ним теперь можно сделать. Шаг номер один, самый простой. Теперь можно склеивать несколько подряд идущих кейсов через запятую, не повторяя слово кейс. Было кейс док, кейс кат, теперь можно через запятую. Одну строчку выиграли. Красота. Шаг номер два. И это гораздо интереснее. Вместо старого синтаксиса с двоеточиями, мы можем использовать новый синтаксис со стрелками. Похоже на лямбды, но это не лямбды. Заметьте, что в варианте со стрелками мы можем забыть про break, как про страшный сон. Потому что у нас никогда одна ветка со стрелками, она не проваливается в другую ветку. То есть если мы пишем стрелку, то ветки не проваливаются. Как я ненавижу эти break в свиче. Я думаю, я не один такой. К счастью, скоро наступает светлое будущее. Если вы мигрируете на новую джаву, то все, вам становится хорошо. Но это все еще switch statement. Однако мы можем превратить его в switch expression. Это третий шаг. Теперь switch используется как выражение, у которого есть возвращаемое значение. То есть мы можем не присваивать переменную в каждой ветке, а присвоить ее один раз в инициализаторе. Понятно, что в конце, после фигурной скобки, теперь нам нужна точка с запятой. В данном случае она указывает конец объявления переменной. То есть все это – это просто объявление переменной legs. В данном конкретном случае возможен и четвертый шаг. Вообще, в целом, так как у нас expression, у expression обязательно должно быть значение. То есть в любом случае, чтобы не пришло switch в качестве входного выражения, мы должны это обработать и что-то вернуть на выходе. Ну или в крайнем случае кинуть исключение. Но здесь нам пришло на вход inam-значение, и компилятор видит, что все четыре варианта inam мы уже перебрали. А это значит, что дефолтную ветку писать не обязательно, потому что компилятор ее может вставить автоматически. То есть на самом деле он в байт-коде этот дефолт вставит. Это может потребоваться, например, если вы компилируете inam отдельно и добавляете новое значение, тогда та дефолт-ветка выполнится, и у вас там exception вылетит. В итоге мы имеем пять строчек кода вместо пятнадцати. Плохие новости для тех, кому платят за строчки. Что еще интересного тут есть? Давайте посмотрим, что может быть справа от стрелочки. Тут оказывается целых три варианта. Во-первых, это может быть просто выражение, например, число 4. Тогда его результат, естественно, возвращается наружу свеча. Во-вторых, это может быть блок. И это появляется, это совершенно новая для Java штука, потому что у вас внутри expression появляется возможность писать стейтменты. То есть внутри этого блока вы можете сделать if, for, while, try, catch, любые стейтменты, которые положены в Java. Единственное ограничение – вы не можете изнутри этого блока сделать прыжок наружу. То есть вы, например, не можете сделать return из вышестоящего метода или break из вышестоящего какого-то цикла, внутри которого вы находитесь. Вы можете прыгать только внутри этого блока, вы немножко так заперты. Ну, исключение кидать можно. И в конце этого блока вы обязаны вернуть значение. Как это сделать, тоже были долгие разговоры, много копий сломали, но в итоге придумали такой yield statement. То есть вы пишете новое полуключевое слово yield и указываете, собственно, то значение, которое вы возвращаете. Наконец, третий способ – это вы можете писать throw. То есть вы могли бы throw обернуть в блок, мы бы вернулись ко второму случаю, но для throw решили сделать такое сокращение, в блок его оборачивать необязательно. Любой другой statement обязательно обернуть. Например, если у вас в ветке только, скажем, цикл while, то его все равно надо взять в фигурные скобки. Ну, вот в этом месте как раз больше похоже на лямбды. Добавление ключевых слов – это, кстати, очень больно, потому что можно сломать существующие программы и приходится идти на какие-то странные компромиссы. Ну, вот, например, вот это была вполне корректная программа до Java 14, а теперь нет. Объявить метод с именем yield все еще можно, то есть идентификатором это имя может являться, тут ограничений нет. Но вы не можете вызвать этот метод так вот просто, без квалификатора, потому что синтаксический разбой воспринимает такой вызов, как тот самый новый оператор yield, и начинает ругаться, что это вы пишете yield не в свитче. Чтобы вызывать такие методы, надо обязательно указывать квалификатор, например, имя класса, либо слово this. Ну да, кому сейчас легко. Кстати, если вы не готовы прямо сейчас переходить на более новую версию Java, то стоит подумать о будущем. Когда-нибудь вы перейдете. У нас в идейке есть инспекция, которая называется forward compatibility. Она старается вас заранее предупредить, какой код сломается, если вы когда-нибудь в будущем перейдете на новую версию. И есть смысл поглядывать, не выдает ли она предупреждений на вашем коде, ну и вовремя их исправлять, потому что потом вам будет легче. Идем дальше. Следующая крутая фича – это pattern matching for instance of. Она стандартизована в Java 16. Опять же, если вкратце, можно делать вот так, как написано на слайде. То есть вы просто берете и после всем привычного и знакомого instance of пишете новую переменную, и эта переменная заводится автоматически. Эта штука, вот string s или local date date, она называется модным словом pattern, то есть она позволяет не просто сопоставить значение общ с каким-нибудь типом, но и определить новую переменную. Выглядит вполне красиво и естественно для тех, кто уже много лет пишет на Java. Раньше мы писали как-то так, упоминая тип три раза, сперва в инстанцов, потом в объявлении переменной, потом в касте. Ну, начиная с Java 10, можно там var использовать, было два раза, но все равно сейчас вся эта лишняя церемония, она исчезла, и можно писать очень компактно. Это выглядит симпатично, но за этим стоят интересные побочные эффекты. Например, становится не так-то просто понять, где же у нас определена вот эта новая переменная, которую мы ввели внутри инстанцов. Ну вот, например, вот так. Можем ли мы использовать переменную в цепочке условий сразу после инстанцов? Вот, написать инстанцов string s, и строка не пустая нас только интересует. По логике можем. И да, этот код совершенно допустимый, валидный. Вот, но у нас в IntelliJ, например, есть такое действие, такое как refactoring, inverse if statement. То есть вы можете перевернуть ветки if и else, и условия заменить на противоположные. Давайте вот просто возьмем вот так, перевернем это условие, тогда у вас, соответственно, end меняется на or, там отрицания меняются, и меняются местами ветки zen и else, но так как у нас ветки else не было, мы в zen просто возвращаемся из текущего метода, а все тело уходит после if. И теоретически программа не должна была сломаться, потому что это абсолютно механическое действие. Тогда получается, что s вот это вот, ее можно пользоваться уже после if, и этим действительно можно пользоваться, это работает. Но также s можно пользоваться внутри вот этого условия or s из empty. И это действительно так. То есть на самом деле scope этой переменной или ее область действия, область определения, это вот два куска разрывных. Все, что идет после or, и все, что идет после всего if. А вот в теле if, а s не определено, потому что она как бы инстанцов мог не пройти, когда мы попали в тело if, поэтому s там пользоваться нельзя. А вот если мы, например, из тела if можем выйти, то тогда s нельзя пользоваться и после if, потому что это означает, что вот на следующую строчку после if мы могли попасть и если условие выполнилось, и если условие не выполнилось. То есть там четко прописано в спецификации, что чтобы переменная продолжала быть определенной после if, if тело его должно завершиться ненормально, как бы выходом, исключением или чем-нибудь таким. Причем интересно, что если в каком-то месте вы пытаетесь воспользоваться переменной паттерна, а она там не действует, то ищется по соответствующим сколпам выше соответствующая переменная. Если, например, у вас бы было в текущем классе поле с именем s, то вы бы получили замечательные эффекты, потому что вы бы могли неожиданно вместо паттерна где-то случайно сослаться на поле. Так что паттерн переменной лучше не называть, так же, как у вас названы поля. Интересный момент с паттернами — это то, что такой паттерн является полноценной локальной переменной. Во-первых, у него допустим модификатор final, а если не писать final, то переменную можно менять. Во-вторых, например, аннотации, допустимые для локальных переменных, можно использовать и на переменной паттерна. Не представляю, кому это может пригодиться, но это часть большой захватывающей истории по унификации локальных переменных и паттернов. С дженериками особых чудес не произошло, потому что дженерики как стирались, так и стираются. Вот такой вот код он вполне валидный, потому что приведение типа под капотом является проверяемым. Виртуальная машина может проверить, являются ли данные листы или листом, а параметризация у нас одинаковая. Это вполне легально. А вот чего бы больше хотелось, этого сделать совсем нельзя. Вот этот код — это ошибка компиляции, потому что в рантайме мы не можем проверить, является ли тип элементов произвольного списка, на самом деле, стрингами. Рантайм этого не знает. В старой джаве вы могли сделать приведение типов, и у вас был варнинг, что это непроверяемое приведение типов, но решили, что в инстанцов такое прятать неразумно, потому что если вы делаете странные вещи, то синтаксический сахар вам не положен. Давайте теперь про рекорды. Они тоже окончательно стандартизованы в джаве 16. Вот таким вот нехитрым способом вы получаете классный класс. В общем, это рекорд или запись, не знаю, как лучше сказать, буду говорить рекорд. Здесь у нас есть такие x и y, это называется компонент рекорда, а вот эта вся штука, которая в скобочках, называется заголовок или рекорд хеддер. Давайте посмотрим, как бы выглядел эквивалентный класс в предыдущих ферсах java. Тут еще хуже, чем с switch expression, потому что мы 40 строчек свернули в одну. Если вам платят за строчки, то это совсем ужасная новость. Для вас автоматически сгенерировали два поля. Конструктор. В конструкторе эти поля присвоили, сделали вам геттеры, которые возвращают значение, сделали equals, хешкод и two string. Все это произошло автоматом. Но есть ряд особенностей, которые некоторым людям не нравятся. Во-первых, поля только финальные, и у нас нет сеттеров. Вы не можете заставить рекорд сгенерировать не финальные поля. Причем там даже подкрутили виртуальную машину, их даже через reflection или через unsafe поменять не так-то просто. Стало там дополнительных подводных камней, навтыкали. Во-вторых, вы не можете в рекорд добавить дополнительных полей. Ну, статические можете, а обычные нет. То есть, скажем, даже если вы хотите, не знаю, хешкод кэшировать, чтобы он там потом при повторных вызовах хешкода использовался в поле, вы не можете этого сделать. Полное состояние рекорда, оно описывается его компонентами, и ничем больше. В-третьих, методы для чтения полей или аксессоры называются просто так же, как сами поля. X и Y. Никаких префиксов там. Get X, Get Y. И некоторых почему-то вот с этого факта больше всего бомбит. Типа, как же так перечеркнули всю 25-летнюю культуру бойлер-плейта? Ведь эти многочисленные Get и Is – это столб кровавого энтерпрайза. Ну, а теперь все, Get впали в немилость. В-четвертых, сам класс рекорда, он финальный. И он неявно наследует абстартный класс Java Long Record. В этом плане он похож на и нам. Вы не можете унаследовать от рекорда и не можете унаследовать рекорда. Можете только реализовать интерфейсы. Ну, в принципе, и на этом спасибо. В наши дни интерфейсы, они же имеют и дефолт-методы, и статические методы, даже приватные методы в интерфейсах появились, если вы не знаете. В общем, с интерфейсами можно жить. В остальном рекорды можно кастомизировать. Можно добавлять свои методы, переопределять вот эти любые генерированные методы своей логикой. И здесь еще есть дополнительная интересная фича – это компактные конструкторы. Вот в каждом рекорде всегда есть канонический конструктор, сигнатура которого совпадает с сигнатурой самого рекорда. Если вы его не написали, то он генерируется автоматом, но вы его можете написать сами. Например, вы хотите валидировать вас, не устраивают почему-то отрицательные координаты. Пожалуйста, добавили вот валидационный код и потом присвоили поля. Но есть способ лучше. Можно не писать сигнатуру конструктора, не писать скобочек параметры, потому что они все равно совпадают с заголовком хедера. И в этом случае компилятор автоматически добавит присваивание полей. То есть присваивать поля вам тоже не надо, вы просто сделали свою валидацию, и очень легко и компактно. Предполагается, что если перед вами рекорд, то соблюдаются некоторые свойства, упомянутые здесь. Так что рекорд – это не просто синтаксический сахар, это семантически богатая штука. Понятно, что вы можете переопределить рекорд так, что свойства будут нарушаться, но это уж вы сами виноваты. Хороший рекорд эти свойства соблюдает. И благодаря им, с одной стороны, рекорд полностью прозрачен, вы можете всегда разобрать его на составляющие, без всякого там грязного залезания в приватные поля, и собрать снова. Потому что у публичного рекорда канонический конструктор и аксессоры тоже непременно публичные. С другой стороны, он безопасен, потому что если он правильно написан, вы всегда можете добавить валидацию или защитное копирование в канонический конструктор, и можете добавить защитное копирование в аксессоры. Предполагается, что любой механизм сериализации или десериализации рекордов будет действовать через вызов аксессоров и канонического конструктора, и не будет напрямую доступаться к полям. Так что вы не сможете десериализовать сломанный объект с нарушенными вариантами. Для этого там прокачали рефлекшн, сделали, например, через него вы можете получить компоненты рекорда, получить вот этот новый класс рекорд-компонент, и у него, скажем, достать аксессор с помощью метода getAccessor. Ну ладно. В общем, можно получить модельную структуру рекорда, правда, специального метода, чтобы получить канонический конструктор, к сожалению, нет, но такой метод несложно написать вручную. Мы берем компоненты, запрашиваем их типы, собираем в массив и ищем конструктор с такими типами. Все просто. Кстати, заметьте, раз у всех рекордов есть общий суперкласс рекорд, можно легко создать метод, в котором, скажем, ограничить, мы на вход принимаем только рекорды, потому что вручную явно наследовать этот рекорд запрещено. В общем, вы можете писать свой движок сериализации, который дорожит с рекордами. Этим успешно озаботился Jackson, теперь рекорды сериализуются в JSON и назад в соответствии с их структурой, там все красиво, а главное, они этим озаботились еще, когда фича была в статусе превью, и это тоже очень крутое преимущество превью фич, потому что к выходу Java 16 у вас уже готовые библиотеки, которые умеют сериализовать рекорды, и там уже все оттестировано. Здорово. Что насчет стандартной, кстати, Java сериализации? Она же обычно вообще не вызывает конструктор. Оказывается, ее для рекордов прокачали, она уважает теперь их контракт. Там специально написан кусок кода для их обработки. Чтобы сделать рекорд сериализуемым, надо просто дописать имплемент с Serializable, и ничего больше. Вот я убрал эту валидацию, чтобы отрицательные нас не устраивали, и сериализовал точку с отрицательными координатами. Ну, там в Base64 получилось что-то такое. Потом мы пробуем эту строчку десериализовать. Все создается успешно, объект создается, как и ожидалось, все нормально. А теперь мы возвращаем наш вот этот компактный конструктор и говорим, точки с отрицательными координатами нас не устраивают, и что же у нас в потоке точка с отрицательными координатами, как мы ее создадим? А никак. Десериализация, она падает с исключением, и это классно. То есть все как ожидалось. Там есть специальный метод readRecord в нутрях, который рекорды обрабатывает. Десериализация обычных объектов все еще идет в обход конструктора, напихивает значения в поля. Если бы это был не рекорд, то мы бы получили объект с нарушенным инвариантом, либо пришлось бы самим писать readObject. А с рекордами все инварианты проверяются, сериализация снова безопасна. Кстати, рекорды, они исключительно полезны в качестве локальных или приватных классов для одноразового использования. Многие постоянно просили, чтобы в Java наконец-то сделали стандартные классы, типа там пара, тройка или какой-нибудь tuple. К счастью, этого не сделали, а сделали рекорды, потому что они гораздо круче. Например, у нас простая задача. Мы хотим найти лучших клиентов по какому-то скору. У нас есть метод calculateScore. Кстати, еще одно нереально крутое улучшение, которое появилось в Java 16, это вот этот вот новый метод toolist в Stream API. Теперь можно не писать там collect, collectors, toolist, а просто toolist. Это не просто сокращение. Во-первых, он быстрее, чем коллектор, а во-вторых, он возвращает неизменяемый список, что тоже круто. Так что еще один повод сапгрейдиться. Но вернемся к нашим рекордам. Предположим, что calculateScore – это такая очень медленная функция, а если мы ее внутрь компаратора запихали, сортировка, она ее будет для одного и того же клиента много раз вызывать. Как повезет, но я думаю, не меньше двух для каждого. Чтобы соптимизировать, нам бы сперва посчитать все скоры, потом отсортировать, используя посчитанные скоры, а потом скоры выкинуть. Но они нам не нужны. Нам бы тут пригодились пары, а их нет. На самом деле никто не мешает нам ее создать. Просто мы создаем прямо внутри метода такой однострочный рекорд, customer and score, попользоваться и выбросить. Перед сортировкой добавляем map, после сортировки, соответственно, снова map, достаем нужный компонент, и все прекрасно работает. При этом у нас нету вот этих вот имен типа там pair first, pair second, а у нас говорящие имена, которые мы прямо здесь создали, customer. Все красиво и приятно. Поэтому если у вас в проекте есть класс пара, удалите его скорее, не используйте всякие пары там от двух целых чисел, потому что никто не знает, что это, и можно случайно присвоить пары, которые имеют абсолютно разный смысл. А в Java вообще-то SEO – это сильная типизация. Вместо этого заводите однострочные рекорды и используйте их там, где надо. Ну, кстати, для этого слайда пару я тоже создал в виде рекорда, потому что рекорды можно делать параметризованными или с дженериками, тут никаких ограничений нет, но все равно так не делайте. Вернемся к локальным рекордам. Вы же знаете, что локальные классы, они могут захватывать контекст, ну вот переменные там из окружающего метода. Вот здесь вот мы, например, сделали в рекорде метод и используем вот параметр метода main, который у нас снаружи. Обычно это реализуется так, что в классе создается скрытое поле, у конструктора создается скрытый параметр, и через этот параметр поле скрытым образом присваивается, а потом используется. А как быть с рекордами? Мы же договорились, что в них полей не может быть, кроме тех, что соответствуют компонентам. Как вот этот вот код будет работать? Ну, ответ – никак. Такой код не компилируется. То есть рекорды, они всегда считаются неявно статическими, им запрещено захватывать какой бы то ни был контекст. Но ведь статических локальных классов никогда не было. И как, например, объявить рекорд во вложенном или в анонимном классе? В них статики же вообще не положено. Но тут на самом деле все просто. То, что статическое нельзя было в Java объявить в нестатическом – это абсолютно искусственное ограничение. Оно ничем не обусловлено. Просто когда-то решили, что так как-то программировать будет понятнее. А сейчас стало ясно, что это все глупости, просто зря ограничили. Поэтому мало того, что вы статические рекорды можете объявить где угодно, вы теперь можете объявлять локальные интерфейсы, локальные инамы, они тоже становятся неявно статическими, и любые статические члены в нестатическом контексте. Вот здесь у меня и инам внутри метода, и интерфейс внутри метода. Мы тот же интерфейс реализовали в качестве анонимного класса. В этом анонимном классе сделали статическое поле, статический метод. Все эти штуки были невозможны в Java 15, а в Java 16, пожалуйста, невозможное возможно. Наконец-то мы подошли к функциональности, которая действительно была стандартизована ровно в Java 17, а не раньше. Sealed classes, или запечатанные классы. До сих пор вы могли объявить класс либо final и запретить полностью наследование от него, либо не объявлять final, и тогда наследует кто хочет. Теперь у нас появился более точечный контроль. Вы можете разрешить наследование ограниченному специально объявленному списку подклассов. Других наследников быть не может. Для этого надо, во-первых, добавить новый модификатор sealed, во-вторых, добавить такой список permits, кому мы разрешаем наследовать. И вот только тем классам, которые там перечислены, наследовать можно. Список permits можно не объявлять, если все наши наследники объявлены в том же самом исходном файле, ну, например, в качестве вложенных классов или просто, что и этот самый sealed класс. При этом наследники sealed класса обязаны явно указать свое отношение к дальнейшему наследованию. Тут три варианта. Либо это final, тогда дальнейших наследников не предполагается, все понятно. Либо это sealed, тогда задача сведена к предыдущей. Ну, вот здесь вот я для примера у собаки не стал писать список permits, а указал вместо этого в том же самом классе несколько наследников. Ну, либо если вы хотите открытую сделать под иерархию, чтобы наследовать мог кто угодно, то вы должны явно написать еще одно новое слово, non-sealed, вот так вот прям с дефисиком посередине. Это означает, что не то, что я просто забыл написать модификатор, а да, я явно подумал, я хочу, чтобы кошек мог наследовать кто угодно. Если вы пишете permits, то наследники могут быть в другом файле, но должны быть в том же пакете. А если вы используете джавовые модули, которые появились в девятке, то можно и в другом пакете, главное в том же модуле. Самое главное, это не просто сахаропрекомпиляция. У сил от классов есть поддержка со стороны виртуальной машины. То есть даже в рантайме там с помощью каких-нибудь лоад-класс, класс лоадеров, вы не сможете сгенерировать нового наследника. Поэтому вот той иерархии, которую вы объявили, вы всегда можете доверять. В принципе, похожего эффекта раньше можно было добиться, если вы объявляли у класса конструктор типа private или package private. Тогда наследовать этот класс было проблематично, потому что конструктора было трудно вызвать. Однако у сил от классов есть некоторые преимущества. Во-первых, можно объявлять сил от интерфейс. С интерфейсами фокус с конструкторами не работал, потому что конструкторов нет у интерфейсов. То есть вы не могли создать интерфейс, которым пользователь может пользоваться спокойно, но не может создавать свои реализации. Теперь у вас есть такая возможность. Во-вторых, список подклассов заступен рефлективно, тоже появились там методы из сил от и get permitted subclasses. Пока не очень понятно, зачем это может пригодиться, но так или иначе виртуальная машина, она в курсе всей этой иерархии. В-третьих, для сил от классов есть более строгий анализ конвертируемости типов. То есть обычно инстанцов любой интерфейс для нефинального класса компилятор проглатывает. Потому что даже если у вас этот класс, вот этот интерфейс не реализует, всегда же мог существовать подкласс, который все-таки реализует этот интерфейс. В том числе этот подкласс мог быть сгенерирован в рантайме. А теперь, если у нас иерархия запечатана, то компилятор прям при компиляции может пробежаться по всей иерархии и увидеть, ага, ни один из наследников не реализует этот интерфейс runnable, значит вот этот инстанцов заведомо бессмысленный. То есть это заведомо ошибка, и тут будет ошибка компиляции. В итоге вас компилятор уберегает от большего количества ошибок, и это здорово. В четвертых же, ладно, в четвертых потом расскажу. В некоторой степени рекорд и силд-классы формируют алгебраические типы данных. Силит интерфейс, он является типом суммой над своими реализациями, то есть это или x, или y. А рекорд является типом произведения для своих компонентов x и y. Ну, это несколько ограничено, так как для создания типа суммы вы должны контролировать всех наследников. То есть нельзя, например, в тип сумму включить класс стандартной библиотеки. Но зато вы можете включить один и тот же класс в несколько силд-иерархий или один и тот же интерфейс. Вот такую вот диаграмму Эллера-Венна вполне можно реализовать в силд-иерархии. Тут ничего нельзя расширить. Красота. В общем, Java теперь на полшага ближе к Haskell. Ура, товарищи. И мы перешли к самой новой фиче Pattern Matching for Switch. В Java 17 она появилась только в превью виде, то есть в продакшн ее тащить не стоит, но поиграться уже можно. Обращаю внимание, что это первый цикл превью. Вполне вероятно, что в деталях фича еще поменяется, поэтому если вы смотрите этот доклад в записи в конце, я не знаю, 22 или 23 года, будьте особо осторожны. В общем, теперь можно сделать свитч почти по любому типу. В кейс-ветках можно теперь указывать вместо констант паттерны, те самые, которые были в инстанцов, но теперь и в свитче. Вот тут, скажем, мы пытаемся вывести произвольный объект в презентабельном виде и очень тоже такой компактный красивый код. Также появился новый тип паттернов, паттерны с гардом, то есть с дополнительным условием. В условии может быть любое выражение, какое пожелаете. Туда можно даже еще один свитч впихнуть, я проверял. Поэтому это позволяет писать более красивый код и превратить больше цепочек ифов в свитчи. При этом в старых свитчах порядок веток особо не имел значения, потому что все равно все ветки были взаимоисключающие, а здесь уже ветки могут быть не взаимоисключающие, поэтому компилятор идет строго сверху вниз, и как только первая ветка удовлетворяет нашему условию, мы в нее заходим и все остальные ветки игнорируем. То есть выполняется всегда тоже только одна ветка, как и раньше. Поэтому следующий паттерн, можно, скажем, написать без гарда, туда просто попадут все те строки, которые не попали под предыдущие условия. А также, наконец, появилась возможность сделать свитчи дружелюбными к null. Раньше любой свитч не любил null. Мы могли сделать свитч по enum, или по строкам, или по boxed integer. В любом случае, подаешь туда null, падает с NPE. Теперь есть возможность обработать null иначе. Если мы явно написали case null, то с NPE падать не будет. Большая ценность новых свитчей, они следят за всевозможными ошибками, которые вы могли допустить. Например, вот такой свитч не скомпилируется, потому что вы использовали более частный паттерн стринг после более общего паттерна char sequence. То есть если вы сюда пришли со строкой, она все равно пойдет в char sequence, потому что он выше, и паттерн свитч, паттерн стринг, он как бы мертвый, и вы сюда никак попасть не можете. Компилятор это замечает и говорит вам, возможно, у вас ошибка, может быть, вы порядок перепутали. Короче, вам тут уже не нужен даже статический анализатор, эту багу находит компилятор. И с гардами аналогичная штука. Ну, понятно, что условия там, они императивные, их не сравнишь, что одно из них доминирует, другое. Но если у вас будет паттерн без гарда, а потом такой же паттерн с гардом, то понятно, что во второй вы никогда не попадете, потому что первый заведомо выполнится, и компилятор тоже нас ругнет, это очень круто. Еще одна интересная штука, ветку с null можно прикрутить к любому одному паттерну, тогда в соответствующие переменные паттерна придет null. Ну, в этом месте немножко спорно сделано, и вообще вопрос с nullами, они поднимали там нереальную бурю комментариев, предлагалось куча вариантов, как обрабатывать nullы в свитчах, один другого хуже, так что, возможно, здесь еще что-то поменяется. Еще одна особенность новых свитчей, они обязательно должны быть полными, даже если это switch statement, то есть раньше мы выяснили, что switch expression должны быть полными, а switch statement изначально они полными не были. То есть вам обязательно покрыть все возможные варианты теперь и указать ветку default. Но для совместимости то, что работало раньше, продолжает работать и сейчас. Вот смотрите, например, мы делаем старый свитч по строкам, это switch statement, соответственно, обработали две каких-то строки, если пришла третья, ну, просто ничего не произойдет. А вот если вы добавили case now, это уже не старый свитч, потому что раньше case now писать нельзя было, это новый, значит, вопросы совместимости нас не колышут, и в итоге этот свитч не компилируется, потому что у нас нет ветки default, нам нужно, ну, что-нибудь такое дописать обязательно. Но мы помним, что default указывать не всегда обязательно. Например, мы видели, если у нас свитч по инаму и покрыты все ветки, default можно не писать. То есть аналогичная штука появилась и с sealed и иерархиями. И это то самое в четвертых, о котором я говорил раньше. Давайте для примера замутим алгебраический тип с помощью рекордов и sealed классов. Ну, будем представлять синтаксическое дерево простое, у нас есть узлы дерева, это константы, операции сложения, операции умножения. Видите, как вообще круто. Мы в четыре строчки объявили целую иерархию классов. Вот она, стильная, модная Java без всякого boilerplate. Рекорды, мы помним, сами по себе финальные, final можно не писать, у нас иерархия полностью закрыта. Предположим, мы хотим вычислять выражения, соответствующие этим деревьям, причем вычислять внешним образом, не засыряя сам класс логикой вычислений. Классическое решение, как учат в банде четырех, это visitor. Мы добавляем один метод accept в родительский интерфейс, определяем интерфейс visitor и в каждой реализации вызываем соответствующий метод интерфейса. Написали кучу кода, но по факту еще ничего не сделали. В духе старой Java. Сам вычислитель выглядел бы как-то так. В таком visitor преимущество, что если появится новый тип выражений, то нам нужно будет расширить интерфейс node visitor, и тогда мы увидим ошибки компиляции во всех точках, где visitor используется. И нам придется их все обновить, чтобы поддержать новое выражение. Но в целом, visitor это вообще страшное уродство. Они не гибкие. Тут еще боксинг приходится делать. Если вам ничего не надо возвращать, вам придется какой-нибудь return now писать. Короче, ужас. Хотя старые учебники говорят, что инстанцов это не true OP, многие все-таки предпочли бы писать вот так, без всяких visitor, и я в том числе. Когда есть паттерны для инстанцов, то это вообще красиво становится, но тут опасность. Появился новый тип выражений, компилятор вам ничего не сказал, и у вас в runtime exception полетел. Вот эту проблему как раз решают свитчи, которые обязаны быть полными, потому что если мы это переписываем на свитч, во-первых, все становится компактней, а во-вторых, компилятор следит, что эта иерархия у нас полностью закрыта, и дефолт можно не писать, а если появится новый наследник, то компилятор сразу ругнется. Круто. Давайте в оставшееся время посмотрим интересные новые API, которые появились после Java 11. Тут, кстати, еще одна крутая фича в Java 17. В документации появилась новая вкладочка New, где перечислено все новое, что появилось в Java 11. Новые модули, пакеты, интерфейсы и так далее. Можно сесть вечерком и спокойно почитать. Я расскажу про то, что мне самому понравилось. В Java 12 появился в строках новый метод для отбивки ее пробелами после каждого перевода строк. В качестве примера использования вот можно наше синтаксическое дерево красиво форматировать в древовидном виде для отладочного вывода. Здорово вообще, что в строках много разных новых интересных методов, и вам не нужны вот эти всякие странные стрингутилс-классы. Появился несколько обратный метод StripIntent, который позволяет вам вот общее выравнивание убрать. Вот здесь по два пробела в каждой строчке будет удалено. Вообще, основное его предназначение – это помощь в реализации текстблоков. Прямо в спецификации написано, что в текстблоках лишнее выравнивание обрезается вот этим методом. Если вы вдруг пишете свой парсер Java файлов, вам не надо греть голову, как там точно по спецификации их обрезать, просто можно вызвать этот метод. Может еще для чего-нибудь пригодиться. Часть этой же истории – это метод translateEscapes, который в соответствии с семантикой языка Java переводит вот эти escape characters, slash t, slash n и так далее в соответствующие символы. Вот тут я завел строчку, странслировал и получил нормальную табуляцию, нормальный перевод строки. Еще там метод formatted, мы про него уже поговорили. В математике появился долгожданный метод absexact для int и long. В отличие от обычного abs, этот метод никогда не возвращает отрицательного результата. Вместо этого у него другая крутая фича, если в него пришел min-value, то он просто кидает исключения. Очень удобно, обязательно пользуйтесь. В stream API после Java 11 появился метод toolist, мы про него уже говорили. Еще появился новый коллектор tink, его, кстати, я сам написал. Он позволяет вам в один проход пропустить стрим через два коллектора, а потом объединить результат этих двух коллекторов. Ну, например, вы хотите усреднить стрим big decimals. Для усреднения вам нужна сумма и нужно количество. Вот вы одним коллектором суммируете, другим считаете количество, а в мерджере просто берете, делите одно на другое и сделали новый коллектор. Просто и понятно. Еще в streamark появился немного такой странный метод map-mauty. Это альтернатива flat-map, которая позволяет не создавать стрим вложенный, а пушить просто новые элементы. В него приходит, собственно, элемент stream, в данном случае это строка, и такой sync-слив, куда можно сливать элементы, которые мы генерируем. Ну, вот в этом примере я просто разбиваю строку на символы и эти символы туда пихаю. Видите, тут короткое замыкание даже не сделаешь по API. То есть если у нас там был стрим, скажем, find first, мы уже нашли то, что искали, то этот цикл будет продолжать пихать-пихать элементы, которые уже никому не нужны. Ну, если у вас нет короткого замыкания, то тут проблем, конечно, нет. В данном случае то же самое можно сделать с flat-map, потому что есть API-метод chars, но может оказаться, что когда-то это вам пригодится, хотя на самом деле, ну, мне кажется, что спорно. Вот говорят, самое правильное использовать этот метод, если у вас немного элементов во внутреннем стриме, например, 0 или 1, потому что если вы будете во flat-map создавать вложенный стрим, то hotspot его, к сожалению, пока не умеет полностью уничтожить, и у вас на каждый элемент внешнего стрима будет создаваться внутренний, и это гора мусора. Классический пример — это размотка optional. Например, создадим такой список optional, в нем, соответственно, я вот создал тысячу optional, половина пустые, половина не пустые, и мы хотим, я не знаю, ну, посчитать общую длину всех не пустых optional, пустые проигнорировать. Классическое решение в стиле Java 8 — это вызвать последовательно фильтры optional из present, а потом map optional get. Это два шага, это неудобно. В Java 9 появился метод stream прямо в optional, который создает стрим из нуля и одного элемента. Стало удобнее, можно это же сделать в один шаг. Но на каждый элемент внешнего стрима мы создаем внутренний стрим, это, соответственно, медленно. А теперь можно взять map.maulty с той же целью, причем, на удивление, сюда удачно мэпится и в present optional, и в present как метод reference, он вообще подходит. Ну, единственное, что тип все-таки не выводится, поэтому надо явно указать в угловых скобочках. Надо побенчмаркать. Что же за доклад без бенчмарков? Что же будет быстрее? Фильтр-мэп, флэт-мэп или map.maulty? И оказывается, что map.maulty побеждает всех. Ну, наверное, потому что там все-таки на один шаг в стриме больше. Если мы посмотрим, сколько памяти выделяется, то map.maulty тоже и по памяти выигрывает. А флэт-мэп, он отстал вообще на два порядка, просто потому что на каждой итерации для каждого элемента создается новый стрим, и garbage collector'у там приходится прямо поработать. Ну, с другой стороны, мне кажется, если ваш код со стримами действительно вас не устраивает в плане производительности, это действительно ваше узкое место, то уж проще на цикл переписать, наверное. Ну, вот как-то так тупо императивно, без всяких лямб и стримов. Получается еще быстрее, а локации нет вообще. Там итератор был, но сколеризация, вот итератор как раз смогла грохнуть. В общем, мне не очень понятно, зачем нужен map.maulty. Если вы найдете крутое ему применение, то можете после доклада мне сказать. Меня все-таки занесло в производительность, но ладно. Давайте дальше. Еще один классный метод, который появился в Java 17, это hex-формат. Он вам позволяет отформатировать, например, массив байтов в виде шестнадцатеричной строчки. Причем вы ее можете очень круто там настраивать, всякие разделители, там префиксы, суффиксы, большие или маленькие буквы использовать. А главное, можно не только форматировать, но и парсить. Такой красивый и современный API, очень круто. И причем он супербыстрый. Внешняя библиотека вряд ли сможет работать так же быстро, потому что там используются грязные кишочки JDK. Байтбуферы прокачали. Если у вас, вы хотите там кусок из массива байт скопировать в байтбуфер или наоборот, то теперь вам не нужно заранее позиционировать, вы можете это сделать одним методом. Все больше появляется необходимость работать с массивами данных, количество элементов которых превышает два миллиарда и не влазит в int. Если вы пропустили, в девятой Java появились удобные и быстрые методы для проверки, попадает ли индекс в диапазон индексов там. И если вы пишете, например, свою реализацию лист или свою реализацию input stream, то их очень удобно использовать для валидации входных параметров. А если у вас вдруг вы работаете с огромными данными, они в int не влазят и у вас все на лонгах, то в Java 16 появились соответствующие методы для лонгов. В общем, если бы я был пиарщиком, я бы нарисовал вот так, специалисты по Big Data могут радоваться, вы можете обрабатывать очень много данных в Java. Но, кстати, о Big Data, если вам нужно очень много хороших случайных чисел, то появился дополнительный повод обновиться до Java 17, в ней кардинально переработали всю историю со случайными числами, был добавлен целый пакет Java Util Random, в котором появился и интерфейс генератора случайных чисел, и фабрика генератора случайных чисел, и в ней еще фабричный метод, то есть это фабрика-фабрик генератора случайных чисел. Очень круто по-джавовски. Кроме того, туда напихали целую кучу алгоритмов, потому что генератор, который существует в Java с незапамятных времен, Java Util Random, он такой legacy, он очень плохой, в нем состояние всего 48 бит, то есть вы из него даже всевозможных лонгов получить не можете, у него метод next long на самом деле выдает вам всего одну 65-тысячную от всевозможных лонгов. В восьмой Java появились сплитабл рандом и тредлокал рандом, у них уже состояние 64 бита, они получше, но вообще наука случайно логия не стоит на месте, там много чего интересного происходит, и вот сейчас есть много интересных генераторов случайных чисел, которые довольно быстрые, у них огромное состояние и хорошее распределение чисел. Кстати, вот подобную табличку можно сгенерировать прямо из API в вашей JVM, если там какие-то новые генераторы, то вы все их можете увидеть, потому что можно получить стрим просто всех генераторов, и там разные их свойства читать. Ну вот, я сделал такую табличку, в нее, кстати, secure random тоже попадает, у него, понятно, вообще нет никакого периода, там числа никогда не повторяются, но он страшно медленный, потому что ему нужна внешняя энтропия. А вот у каких-то из этих генераторов количество, длина периода, она существенно превышает там размер элементарных частиц во Вселенной, так что есть надежда, что числа будут неплохие. А самая классная вещь, то что над всеми генераторами случайных чисел появился общий интерфейс, и именно его теперь нужно использовать в сигнатурах методов, которым для нормального функционирования нужна случайность. И тогда вы снаружи контролируете, какой генератор можно передать. В этом интерфейсе все, что необходимо, все привычные методы, которые мы видели раньше в Java Util Random, и даже больше. Ну и там есть еще всякие специализированные подинтерфейсы, которые вам позволяют дробить генератора на несколько и там по-разному прыгать в новое состояние. Это уже суперспециальные штуки. Если интересно, читайте JavaDoc в пакете Java Util Random. Хороший новый метод refers to в классах, reference. Иногда возникает задача проверить, указывает ли данная ссылка на конкретный объект. Старый способ был просто сделать get и сравнить с объектом, но у вызова get был побочный эффект. Если это, например, слабая ссылка и там на самом деле другой объект, то вызов get, он мог продлить время жизни того объекта. Это могло быть нежелательно. Refers to лишен этого побочного эффекта, а кроме того, он работает даже с фантомными ссылками, у которых get всегда возвращает null. В классе процесс появились методы, которые вам позволяют подключиться к процессу через reader и writer, а не через input stream или output stream. Можно также параметром ему задавать charset. Это удобные объекты, чтобы самому не париться с созданием соответствующих классов. Там никакой особой магии нет. Заметьте, кстати, что это новый API. У них нет префикса get. Мы уже видели в рекордах, что префиксы get и is вышли из моды. Короче, не используйте их. Это cringe, и молодежь будет над вами руфлить. Ну и, конечно, если среди вас есть японцы, я запоздал и поздравляю вас с началом новой эры рейва, которую добавили в Java 13. Впрочем, это изменение не совсем в тему нашего доклада, потому что это одно из немногих добавлений API, которые бэкпортировали не только в 11-ю Java, но даже в 8-ку. Зато, когда этот вопрос обсуждался в мейлинг-листах, я неожиданно понял, что среди всех правителей земного шара император Японии оказывает наибольшее влияние на Java. Если вы думаете, что добавить новую эру — это просто пара строчек в Янаме, то ой, нет, там около 20 тикетов связано с этим. Так что не надо недооценивать Японию. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Здесь некоторые способы со мной связаться, и мы сможем в дискуссионной зоне еще с вами об этом всем поговорить. Все именно так. Сейчас, секундочку, я закончу вкорячивать новую иерархию классов. Сила — это рекорд с выбором фабрики через новый рандом со свечами. Ты уже, то есть в продакшене перешел на 17 джава, да? Да, фактически сейчас закоммитить осталось, тут делов-то. Спасибо тебе большое, Тагир, за офигенный доклад. Вопросов у нас много, и я думаю, что мы на них сейчас успеем ответить уже в дискуссионной зоне, в том числе наметились вопросы, которые так или иначе друг с другом перекликаются, значит, возьмемся за них в первую очередь. Напоминаю, что за лучший вопрос у нас планируется приз, поэтому присылайте не только благодарности, но и уточнения, и мы с удовольствием продолжим с вами общение в дискуссионной зоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok